Я благодарю компанию Adam Smith за возможность принять участие и рассказать о интересной стране, интересных месторождениях в Монголии. Моя компания называется «Монгольская» или «Монголын» – объединенная горнорудная компания. Я занимаюсь тем, что предлагаю и продаю залежи рудного золота, в частности, такие M&A, где-то мы продаем 80-90% компаний. В настоящий момент есть ряд месторождений от 28 тонн рудного золота и выше. В двух словах мой акцент основной – это Монголия, это работа с министерствами, ведомствами Монголии и с владельцами активов. С 2017 года, с июля, если мне не изменяет память, президентом Монголии стал президент Батулга. Это президент-представитель демократической партии, он выиграл с небольшим отрывом, работал непосредственно с населением в Аймаках, в монгольские районы, скорее даже области, выезжал туда. Сейчас он ведет политику, направленную на ведение бизнеса как с Россией, так и с другими странами мира. Не скрою, среди этих стран мира присутствуют Соединенные Штаты Америки. Я же считаю, что Монголия – это такая площадка, на которой могут сосуществовать и сотрудничать представители разных стран в виде ведения совместного, и в том числе совместного бизнеса. У Монголии прекрасный показатель развития инфраструктурных проектов. Один из хайлайтов, так сказать, таких наиболее флагманов, будет правильно перевести, инфраструктурных – это аэропорт. Это новый аэропорт имени Чингисхана. Это 20 гейтов, две полосы. Это аэропорт международного стандарта, который строился 4 года. Совместное государственное предприятие двух государств – это Монголия и Япония, где Япония занимает долю 51%. Более 2 миллиардов долларов было инвестировано сторонами. И, безусловно, открытие этого аэропорта этим летом даст серьезный толчок развитию инфраструктурных проектов. Думаю, что это, конечно, флагман, но за ним пойдут и другие проекты. Среди других инфраструктурных проектов следует отметить проекты по добыче альтернативных источников электроэнергии. Это в том числе и ветряные, мельницы и солнечные батареи. А насчет вашей компании, какие-то у вас есть сейчас знаковые новые проекты, о которых вы еще не слышали? Из знаковых проектов я могу сказать, что мы сейчас договариваемся с несколькими владельцами месторождений, в том числе золоторудных, о представлении их интересов, о получении мандата и представлении их интересов на рынке России. Я работаю со всеми главными участниками горно-рудного сектора России, которые работают в золоторудном секторе и в секторе меди. Можно говорить о том, что мы фокусируемся на золоте и на меде, но медь идет сейчас только в таком контексте по запросу, что называется. Поэтому мы фокусируемся на золоторудных месторождениях. Мой личный взгляд на геополитику версии 2.0, тема моего сегодняшнего выступления утром, между Монголией и Россией следующий. Лично министр иностранных дел Цок Батар, министр иностранных дел Монголии Цок Батар, человек с прекрасным российским, советским в то время еще образованием, знающий нашу культуру, это архи-культуры других стран мира, он прикладывает большие усилия по взаимодействию, по правильному, системному взаимодействию, ориентированному на результат. Также с министром Лавровым, в том числе, я неоднократно был свидетелем их общений на открытых встречах. Я считаю, что с усилиями того кабинета министров, который сейчас, с приходом президента Баталга, перспективы большие. Не скрою, что я прикладываю большие усилия и езжу в Монголию, веду переговоры и также общаюсь с участниками Киорского горно-рудного сектора России, объясняя, что Монголия – это очень интересный, регион, близкий нам культурологически за последних нам, условно, дорожаясь 50 с чем-то лет. И это отношение следует сохранить и взрастить. Если Монголия взаимодействует, безусловно, с Америкой, и Америка даже написала такой документ, как Third Party Act, как Third Neighbor Act, ну, как бы, говоря о том, что Америка могла бы быть третьим соседом с точки зрения внешней торговли. Я считаю, что для России еще далеко не все упущено, и надо просто двигаться достаточно быстро. Я считаю, что приток российских инвестиций в Монголию будет совершенно органичен и правильный для настоящего момента. Более того, защищенность этих денег, она очевидна. Да, действительно, у Монголии 10-15 лет тому назад были определенные ситуации, когда компании некоторые заходили и выходили. Да, мы все знаем ряд кейсов 2007 года, АСГАТ в том числе, это крупное очень месторождение серебра. Но это в прошлом, это в прошлом. Я уверен, что та политика, которая ведется сейчас с президентом Батулга и теми людьми, которые с ним работают, она направлена на кооперацию, и в том числе именно с Россией в первую очередь. Потому что сегодня вот я рассказал, у меня был телефонный разговор сегодня у меня был с моим близким товарищем Хангаем, который долгое время был послом здесь, он долгое время работал специальным представителем президента Монголии в России. Я сказал, господин Хангай, вопрос, блиц вопрос, какие перспективы у российско-монгольских отношений, в геополитике. Он ответил очень просто, территориально претензий нет и не будет, политически претензий нет и не будет, нужно углублять бизнес-контакты и нужно начинать работать и зарабатывать вместе в России и Монголии. Ежегодно я встречаю как хороших друзей, так и людей, с которыми я вижу впервые. Это серьезные участники рынка, которые здесь не случайно. Я считаю, что компания Adams Media Conference делает прекрасную работу в выборе тех участников, которым действительно здесь следует быть. Так что я очень доволен той аудиторией, с которой я встречаюсь здесь, как со старыми друзьями, так и нахожу здесь новые друзья.